приветствую вас на моем втором канале сегодня я хочу вам показать один очень интересный эксперимент который был описан еще 40 лет назад в одном популярном советском журнале юный техник но этот эксперимент был бы не просто интересным сегодня а даже я бы даже сказал мега зрелищным несмотря на такой возраст если бы если бы если бы он был правдой вот такая вот неприятная история получилась с юным техником попытаемся разобраться почему же это произошло но сначала сначала я бы хотел поблагодарить двух своих зрителей просто обязан это сделать потому что буквально вот еще в прошлом месяце они мне очень сильно помогли материально но в смысле прислали материалы для работы это вот михаил из москвы прислал огромную такую посылку со всякой электроникой моторчиками там очень интересное устройство с мощными магнитами я обязательно придумаю эксперимент под это все и дмитрий из черкасс тоже прислал огромное количество всяких технических деталюшек и приборчики измерительные светотехнику много 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 всего важного и нужного для мастерской но самое главное вот он подарил мне 3d принтер причем даже который очень прилично печатает я вообще-то раньше был как-то о 3d принтерах не очень такого мнения но когда посмотрел я просто удивился теперь я могу сделать практически любую деталь а это значит что я могу печатать вечные двигатели ну для проверки естественно буквально как пирожки и вот следующий ролик на этом канале как раз будет посвящен очередному вечному магнитному двигателю тоже очень интересной конструкции я постараюсь полностью сделать его на этом 3d принтере вот так что большое спасибо вам друзья за такую помощь очень-очень надо признать легче работать когда есть материал с которым можно работать и инструмент и тому подобное спасибо ну а теперь собственно говоря перейдем к сегодняшнему эксперименту и так кстати навел меня на этот эксперимент также один из моих зрителей прислал мне юный техник все вы его хорошо знаете журнал так сказать моего детства и многих из вас вырос можно сказать на нем юный техник техника молодежи наука и жизнь мы привыкли что в советское время если там что-то напечатали то это ну практически правда там закон вот но 82 год выпуск 82 год 9 9 выпуск ссылочка кстати на этот номер будет ниже в описании под этим роликом кому интересно ознакомьтесь потому что там довольно таки объемная статья идет в самом начале называется она резонанс в механической упряжке ну это как бы статья о такой некой технической проблеме на производстве ну как это было вот советское время то есть была задача ее там какой-то человек решал потом нашел решение так далее вот некий ученый изобретатель вы найдете его имя фамилию если захотите это все прочитать он решал задачу наработал с конвейерной лентой вот нужно было ускорить работы этой коверный конвейерной ленты но в какой-то момент он столкнулся с резонансом ну короче вот такая вот вся лирика но это не важно 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 то что он предлагает к проверке а журналу не забывайте он все-таки детский то есть там говорится что в любой практически от школьной мастерской или физическом кабинете его можно повторить но действительно сам этот эксперимент выглядит очень просто и главное правдоподобно я думаю на этом как бы и попались вот эти вот журналисты которые брали как бы информацию у этого изобретателя и естественно как бы ну не проверили то есть доверились и не проверили так это на самом деле или нет ну чтобы как говорится не затягивать время я вот специально здесь вот на одном листочке распечатал точное описание этого эксперимента она коротенькая практически вот на пол страницы основной текст поэтому я хочу сейчас придерживаясь его прочитать показать те инструменты которые будут участвовать в этом эксперименте продемонстрировать вам эксперимент и потом уже как бы рассказать все остальное итак смотрите точно дословно в слесарных тисках вот мои слесарные тиски я постарался чтобы они попали в кадр потом я переставлю камеру будет лучше видно в слесарных тисках закрепляется конец ножовочного полотна не описывается какое полотно ножовочное ну допустим в то время в советское вот самое популярное ножовочное полотно было это вот полотно по металлу этих ножовочных полотна советского образца у каждого я думаю валяется еще миллион но в принципе какое это полотно могло быть там по металлу по дереву главное что это не было дисковое полотно я так понимаю в принципе я потом покажу и на более таком вот мощном полотне, тугом, роли это в принципе никакой не играет. Один конец зажимается, а ко второму концу вот этой вот вибрирующей пружинной пружинной полотна прикрепляется магнит. Но какой магнит в 1982 год? Какие тогда были магниты? Ну наверняка вот такие какие-нибудь ферритовые магниты, такие довольно таки увесистые. Я же уже поставил сюда к этому полотну прикрепил неодимовый магнитик небольшой, он с отверстием по центру, то есть болтиком все это прекрасно крепится. А он гораздо мощнее, чем вот обычный ферритовый. И далее почти вплотную к нему, к этому магниту. Поставили катушку электромагнита, подключенную к генератору звуковых частот. Я сделал вот такую вот катушку на H-образном сердечнике от трансформатора. Она небольшая, в принципе тут большая мощность и не требуется. Я потом на этом кронштейне ее вот так вот зажму и подведу четко к этому магниту. Так, далее. Частоту генератора плавно изменяли, подбираясь постепенно к частоте резонанса. Ну вы поняли, да, что если я вот так вот оттяну, то это полотно начинает вибрировать с какой-то резонансной частотой и они подстраивали вот этот вот электромагнит под эту частоту, чтобы его раскачать. Когда он наступил резонанс, то есть они подобрали частоту и это полотно начало активно вот так вот вибрировать. Полотно ножовки превратилось в сверкающий веер. Ну могу поверить. Вот так вот, если я его оттяну, вот такой вот светящийся веер. Это мы поверим. Далее, а миллиамперметр, которым измеряли проходящий через электромагнит ток, тотчас зашкалило. Кстати, у меня тоже присутствует амперметр стрелочный для того, чтобы корректно измерять переменный ток и он у меня встроен между в разрыв катушки и усилителя, усилителя, от которого идет сигнал на этот электромагнит. Будем тоже следить за током. Проверим, от чего же он возрос? Тоже это как бы такой интересный вопрос. И должен ли он возрастать? Зашкалит ли его? Посмотрим. И далее. Опыт тут же прекратили. Почему? Полотно ножовки до красна раскалилось за считанные секунды. Запомним, вот это вот. За считанные секунды раскалилось до красна. Ну, видимо, вот в месте вот этого изгиба, где происходит максимальный изгиб, раскалилось до красна за считанные секунды. Представьте, насколько это было бы эффектно, если бы я вот такое показал, даже сегодня. Мега. Почему я и схватился за этот эксперимент? Причина нагрева была очевидна. Резонанс. Резонанс. Ну, допустим, в резонирующем полотне усилилось так называемое вязкое трение. Дословно. Вязкое трение в полотне. Вот здесь вот нужно остановиться более подробно. Если бы те люди, которые писали эту статью либо со слов вот этого вот изобретателя, ну, немножко хотя бы разбирались вот в технике и вот в таких вот вещах, то они бы уже заподозрили, что здесь что-то не то. Какое может быть вязкое трение в полотне, в упругом полотне? Смотрите, на этом нужно остановиться, чтобы вы понимали сразу. Вот у меня полотно. Вы видите, я достаточно сильно его изгибаю, но оно возвращается у меня в исходное положение. Почему? Потому что даже несмотря на такой вот сильный изгиб, этот изгиб находится в пределах упругого, так сказать, трения. Понимаете? То есть, как бы я его не изгибал, чтобы он у меня, чтобы это полотно у меня изогнулось, погнулось, мне нужно вообще его вот так вот завернуть, но оно скорее сломается даже, чем погнется. То есть, вы представляете, вот это вот, вот такой вот бешеный изгиб, он находится все равно в пределах упругого, так сказать, трения. Но, если мы возьмем мягкую проволоку, например, вот медную, алюминиевую, я думаю, даже может быть автор вот этого всего опуса, и точно так же вот этому вот, как его, корреспонденту точно так же вот втирал, что вот возьмите проволоку, погните ее вот так вот, и вы тут же ощутите как бы тепло. И это действительно так. Если вы возьмете эту мягкую проволоку, алюминиевую или медную, начнете гнуть, то реально вы почувствуете тепло. Но почему? Потому что вы, изгибая проволоку, вы практически уже разрушаете ее. То есть, идет не просто деформация, идет нарушение структуры, нарушение слоев этой проволоки. Она потом, в результате, ломается. Ломается из-за чего? Потому что вы полностью сместили вот эти вот слои металла. Естественно, такое активное смещение слоев металла вызывает такое солидное трение и выделение тепла. Вы даже можете руку вот так вот обжечь, попробовать. Так, это реально. Это реально. Тем более, если проволока толстая, тем более, так вот ее поломать даже руками. Это реально. Поэтому как бы люди на это ведутся. Но если вы возьмете ножовочное полотно, оно упругое, оно как закаленное. Вы можете до второго пришествия его вот так вот гнуть, оно не нагреется. Потому что никакого, как здесь, вязкого трения здесь нет. Здесь упругая деформация. Оно может максимум нагреться, ну быть тепленьким. Но никогда в жизни оно не раскалится. Потому что в этих пределах нет, нет вот этого вязкого трения. Вязкое трение есть вот здесь, вот в проволоке, в мягкой проволоке, когда слои реально смещаются. И вот это уже, одного этого было бы достаточно, чтобы как бы убедиться, что эксперимент не работает. Но эксперимент есть эксперимент. Мы его сейчас проверим. Но тут еще как бы есть такая концовочка. После того, как они это все типа пронаблюдали, второй опыт. Они все сделали, как и в первый раз. Точно также разместили катушку, полотно. Но едва только начался резонанс, амплитуду колебания генератора уменьшили. Сначала в 10 раз, потом еще в 10, потом еще. Полотно продолжало колебаться с прежним размахом. Ну почему оно могло колебаться с прежним размахом? Потому что энергии, допустим, вкладываемой электромагнитом было достаточно для преодоления вот этого вот трения вот в месте изгиба. Трения, а воздух, собственно говоря, потери идут энергии куда? На выделение тепла здесь, на вот это вот трение в материале и на трение воздух. Сколько там нужно этой энергии? Да ее нужен мизер там. Поэтому как бы мощный электромагнит тут и не нужен. Это естественно. Полотно продолжало колебаться с прежним размахом, амплитуда колебаний почти не уменьшилась. Ведь частоту колебания генератора мы не изменяли. Ну понятно. Так что оно все время оставалось резонансным. Миллиамперметр показал, что потребление тока резко уменьшилось. Посмотрим. Через несколько минут аппаратуру отключили, полотно было было едва теплым, оно просто не успело остыть после первых сильных колебаний. То есть что они сделали? Они уменьшили там, то есть нашли минимальное потребление для работы резонанса и как бы перегрева не стало. А когда они значит добавили мощности, то что? Что произошло? Что вот выделилось здесь такое количество тепла? Вот это вот абсолютно не непонятно. Но давайте я сейчас переставлю камеру и мы проведем этот эксперимент. И я еще более подробно это все расскажу. Ну вот надеюсь вот так будет все хорошо видно. Вот тиски, вот полотно зажато в тисках. Причем полотно я даже зажал через кусочки пластика, чтобы так сказать исключить теплопотери, чтобы максимально получить тепло на изгибе этого полотна. Значит вот у меня закреплен электромагнит на кронштейне. Вот так вот практически видите все четко направлено. Далее самого генератора как такового, как вот описывает человек там школьного генератора у меня нет частоты. У меня есть компьютер на котором установлена программка, генератор звуковой частоты. И естественно с компьютера сигнал идет на усилитель. Вот такой вот 100 ваттный усилитель, но даже его мы не будем на всю мощность включать. А с него естественно сигнал идет уже на вот этот вот электромагнит. В разрыве у нас стоит амперметр. Будет эксперимент. Но для начала смотрите мне нужно узнать резонансную частоту вот этой вот вибрирующего полотна. Для этого что я делаю? Я беру микрофон и у меня еще есть вот такая вот программка, которая определяет частоту по звуку. Вот так я крупно ее вывел. Надеюсь будет видно. А теперь я буду держать микрофон вот здесь и попробую эту частоту найти. Это будет кстати непросто, потому что частота небольшая. Я уже экспериментировал с этой длиной полотна и получалось, что резонанс вот проскочила 26,9. Резонанс был на частоте 27 герц. Но к сожалению либо микрофон как бы слабенький. Не ловит он хорошо звук этого вибрирующего полотна. Но мы сейчас, вы сейчас это увидите. Я просто включу генератор. Ну давайте мы для примера. Я уведу например какую-то частоту допустим 25 герц и запустим. Так не запустилась. Вот сейчас пошло. Вот вибрирует видите. Вот я его отпускаю, но никакого веера не получается. Вот я подвожу к самому магниту, он вибрирует видите. Отпускаю, но полотно в веер не превращается. Частота все-таки не та. Поэтому я поставлю сразу 27 герц. Вот так. И теперь вот. Так видите какая. Вот. Обратите внимание. Вот он этот веер. Возможно примерно такой же веер должен был получиться и в эксперименте описываемом в юном технике. Вот пожалуйста резонансная частота. Вот я чуть ближе могу подводить. Играться вот этим электромагнитом. Если я начинаю отводить электромагнит, естественно веер чуть-чуть уменьшается. Но следите за током. Стрелочка. Стрелочка сейчас показывает примерно чуть-чуть меньше одного ампера. Где-то может быть 0,8. Если я увожу электромагнит, значение тока абсолютно никак не уменьшается, не увеличивается. Точно так же если я вот подведу, как вот в примере говорилось, что только вот они поймали резонанс и ток зашкалило. Ничего подобного не происходит. И зачем ему шкалить? Неужели этот магнитик может что-то реальное там навести в этой катушке? Я уже не говорю про тот ферритовый магнитик. То есть никакого увеличения тока мы не наблюдаем. Но тем не менее резонанс присутствует. Это одно. Теперь другое. Давайте мы, ну чисто для интереса я замеряю температуру. 21 градус. Ну что вам могу сказать. 21 градус это будет точно такая же температура практически как и температура всего полотна. Да. 21 градус. То есть абсолютно, абсолютно никакого нагрева нет. То есть никакие считанные секунды, ну и речи не идет вообще. То есть ну полнейшее как бы надувательство. И причем, поверьте, я переставлял, делал длину этого веера меньше, больше. Тут нужно понимать, почему будет выделяться тепло. Потому что происходит изгиб. Чем сильнее будет изгиб, тем сильнее будут изгибаться слои, тем больше тепла будет выделяться. Соответственно нужно, чтобы этот веер был как можно больше. То есть длина вот этого полотна как можно дальше выходила. Я выключу, потому что частота маленькая и катушка быстро греется. Соответственно, получается вилка. Чем длиннее вы делаете полотно, тем сильнее оно изгибается. Как бы это хорошо для выделения тепла, но меньше частота. Меньше частота, меньшее количество раз в единицу времени изгибается полотно, соответственно тоже меньше тепла. Начинаете уменьшать длину полотна, поднимается частота. Но зато тогда нет такого веера. Тогда вообще ни о каком вот изгибе, таком вот значительном речи не идет. Тогда полностью идет упругое изгибание и тепло там вообще не выделяется. То есть оно даже не нагревается. Ни о каких считанных секундах речи быть не может. Ну, от слова абсолютно. Вот в этом вот основная как бы такая вот неприятная, неприятный такой сюрприз, который ожидал и меня. Вот. Ну, в принципе, я и подозревал, что не получится ничего. Но тем не менее, мне обидно, что в таком вот журнале это было напечатано. Теперь я покажу вам то же самое ради примера, ради интереса. Вот видите, я нашел даже вот такое вот мощное полотно по дереву. Его толщина где-то около двух сантиметров. Оно более жесткое. Я сюда поставил даже побольше магнит. Я его сейчас закреплю и покажу, что оно вибрирует, но опять же результата никакого нет. Вот смотрите, я закрепил это полотно, но я не стал его уже на всю длину закреплять. Понятно, что оно гораздо жестче, скажем так. Но при этом частота у него увеличилась ненамного. Вот если я ее... Видите, 37-68. То есть, грубо говоря, 38 Гц. Естественно, никакого веера здесь не будет. Никакого большого изгиба вы на более плотном полотне не получите. Поэтому я считаю, что здесь вот именно использовалось как раз, если верить этому эксперименту, более мягкое вот такое вот тоненькое полотно. Потому что на таком это просто нереально ничего получить. Вот сейчас я включу. Вот, пожалуйста, этот резонанс. Вот нас ток. Но при этом, вот он вибрирует. Ну, диапазон очень маленький. Ток, смотрите, я сейчас увожу. Вот я увел, стрелка осталась на месте. То есть, вот я подвожу, она тоже на месте. Ток абсолютно не меняется. Теперь далее. Я на усилителе уменьшу, так сказать, громкость. И мы посмотрим. Вот ток падает. Смотрите, ток падает. Да, колебания, в принципе, как-то более-менее сохраняются. Но все равно, все равно они становятся меньше. Поэтому вот это вот, жалко, я не показал на более мягком полотне. Было заметно, да, что ток понижаешь, но все равно и колебание, чуть-чуть веер этот уменьшается. Но к этому уже как бы придираться я не буду. Но самое главное, что никакого абсолютно опять же нагрева нет и быть в таком варианте ну не может. Вы можете хоть целый час греть, ничего здесь не нагреется. Потому что никакого вязкого трения в таком жестком полотне не присутствует. Тут действительно должно быть вот так вот его колбасить очень сильно. Но, ну что же, вот такой вот вам эксперимент. Чисто для информации, чтобы вы понимали, что нельзя вот так вот однозначно говорить, что вот в советское время все было железно, а сейчас понятно, да, по сравнению с тем, что печатается в подобных журналах сегодня и что печаталось тогда, конечно, ни в какое сравнение не идет. Вот тогда был хоть какой-то контроль и так далее. Здесь нельзя так вот сказать, что человек просто вот мошенник какой-то, да, вот он просто как бы дал такую информацию, может быть там что-то придумал, додумал, либо может быть как-то это получилось случайно. Вот, ну просто вот, а кто будет проверять? Никто проверять не будет. Эксперимент выглядит очень так вот очевидно, сами понимаете. Вот так получилось. Наверняка где-то еще есть такие опусы с такими же подобными экспериментами. Да, немножко обидно, но по сравнению с тем, что творится сейчас, я думаю, это вообще мелочи. Но такие люди были во все времена и вы знаете прекрасно их имена. Сегодня вот очень многих там ученых из советского времени поднимают некие вот заинтересованные сайты там, каналы и начинают их вот продвигать, как вот неких там сверхученых, никто их не понимал и так далее. Просто просто никто же не мог повторить их эксперименты почему-то. Вот они что-то делают, а эксперимент, увы, не получается. Вот. Но тогда как бы их просто, ну как бы не поддерживали. Вот. А сегодня этих же реальных мошенников в интернете просто пруд пруди. Именно мошенников, которые обманывают людей на деньги. Вот они предлагают какие-то технологии. Вот ученые, якобы ученые, да, очень популярно стало делать свою какую-то компашку, фирмочку, да, и вот под ее крышей делать какие-то разработки. Не обязательно вечные двигатели. Вечные двигатели это уже банально. А вот они какие-то там теплогенераторы там или еще что-то. Вот какую-то такую муть вот именно более-менее даже такую полезную в хозяйстве, там вот в быту. И вот они это толкают, либо продают какую-то фигню, либо вот технологию продают. Но это уже реальный обман. Потому что за этим как бы вот ничего не стоит. Вот это вот конечно обидно. А то, что как бы в журнале напечатали, ну это такое мелочи можно сказать. Вот. Так что просто будьте осторожнее. Нельзя воспринимать на веру все, что вам сегодня показывают в интернете. Нужно проверять. Меня лично вот огорчают конечно такие эксперименты. Потому что больше, больше этих экспериментов не получается, чем получается. Вот мне недавно писали про интересный якобы тоже эффект. Много людей писало. Зубчатый эффект может быть даже знаете. Это когда магнит, если у него зубчатая поверхность, то якобы он тогда притягивает там железные бруски сильнее, чем если бы эта поверхность у него была плоская. Вы понимаете? Вот так и это человек занимался этими исследованиями в советское время. Опять же не помню имя этого человека, но вы можете найти легко найти этот зубчатый эффект в интернете и почитать. И тоже вот он как-то ж вел какие-то исследования в то время. Хотя проверить этот эксперимент было проще простого для меня. Я его давно проверил и однозначно могу сказать никакого эффекта и близко нет. Не притягивается зубчиками сильнее чем плоскостью. Плоскость всегда притягивает сильнее. Но тем не менее люди этому верят, потому что их сегодня распиарили вот этих вот псевдо ученых. И вот мне пишут, что да ты ж смотри, ты ж вот двигатели, даже шаговые двигатели специально делают зубчиками, чтобы в роторе стоит магнит, чтобы он сильнее притягивает. Я говорю, господи люди, да вы хоть почитайте устройство этого шагового двигателя, зачем там зубчики. Они ж вовсе не для того, чтобы сильнее притягивать, для того чтобы поворачиваться дискретно на угол. Чем больше этих зубчиков, тем меньше угол может повернуться. Они этого даже не читают. То есть они тупо информацию из интернета берут и слепо верят. Нельзя так делать. Проверяйте. Не все, не все так однозначно. Особенно сегодня. И раньше так было, а сегодня так совсем. Поэтому самое главное в нашей жизни это вечные двигатели и тем более напечатанные на 3d принтере. Все. Следующий выпуск. Очень оригинальная конструкция, где очень интересно. Человек как бы обошел критическую зону вот этого большого двигателя интересного, который я показывал. Так что попробуй собрать. Может быть заработает. И покажу вам. Все. Привет. До новых встреч.